Мне очень приятно быть сегодня на конференции, потому что эта конференция интересна несколькими обстоятельствами. Первое из этих обстоятельств это то, что эта конференция посвящена не только нынешнему украинскому образованию, а на ней очень много говорили о будущем украинского образования, что всегда интереснее. А второе, это интересно то, что на этой конференции впервые за долгие годы в качестве основного опыта, который нам предложен, выступает опыт не стран Западной Европы, не стран Северной Америки, даже не опыт стран Центральной Европы, а опыт наших бывших собратьев по Советскому Союзу. Опыт Литвы, опыт Грузии, опыт Азербайджана. Вот это говорит уже о том, что сегодня мы должны заимствовать опыт тех, кто, может быть, и позже стартовал, но зато гораздо быстрее прошел свою дистанцию. Спасибо вам. А как бы вы оценили теперешнюю ситуацию в Украине? Вот, к сожалению, ситуация такова, что каждое правительство новопришедшее устанавливает свой курс, у них свое видение развития той или иной системы, тех или иных. Но драма состоит в том, что нет преемственности между теми, кто работает над реализацией, будь то финансовой, будь то экономической, будь то образовательной политики. На мой взгляд, в деятельности каждой новой власти есть хороший элемент, есть импульс и стремление сделать что-то новое. Но в каждой предыдущей власти было тоже нечто хорошее. И часто были достаточно интересные разработки, достаточно цельные идеи, которые могли бы с большой пользой использоваться любой новой властью. А что касается оценки, то я думаю, что эта оценка будет дана временем и будет дана народом. И она будет зависеть исключительно от того, насколько те успехи, которые сегодня обещаны в реформах, будут реальными. Насколько быстро они будут, насколько они будут именно таковыми, какими они обещаны, и насколько они скажутся на жизни, на доле каждого украинца.